Всем привет! Сегодня пробую новый формат расхламления косметики. Этот формат я увидела у Айсы, оставлю ссылочку в описании на канал. И мне стало интересно попробовать самой расхламить свою косметику, возможно что-то выкинуть, сделать какие-то комментарии. В общем, поехали! Сегодня мы будем расхламлять тени и сухие продукты для лица. Как вы видите, тут много всего есть. На самом деле, мне кажется, что у меня косметики не очень много, это только кажется, что я дофига. Но, с другой стороны, у меня явно тут ни одна палетка, ни румяная, так что есть что расхламить. Ну что, поехали! Давайте начнем с теней. И хочу я начать с чего-нибудь такого более старенького. Одни из самых старых теней у меня это тени Герлен. Вот такие, вы можете видеть, что они уже все выцвели. Раньше вот эта упаковка, она была золотая. Сейчас она уже скорее такая, какая-то обрезлый металл. Вот, выглядят они до сих пор очень красиво. Я помню, что я покупала их в Дьюти Фри в 2013 году. Это была моя первая поездка за границу. И меня тогда прям сразило вот это оформление, такая красота. Вот эти вот все узорчики. Как вы видите, тени практически не тронутые. Хотя я ими очень активно красилась, когда училась в университете. Очень любила, помню, вот этот оттенок, вот этот. Вообще такое, это хорошая нюдовая палетка. Сейчас мне уже не очень хочется ей пользоваться, но я ее храню так скорее для памяти, поэтому выкидывать мне жалко. Лежит она так скорее для коллекции. Поэтому пока она остается, но возможно когда-то в будущем я от нее избавлюсь. Так, дальше у меня есть вот такая палетка Диор. Это лимитка какого-то, я даже не знаю какого именно года, но тоже не очень она свежая. Мне кажется, она у меня уже года 4. Она очень так активно поюзанная. Тут можно увидеть ямки в оттенках. И в принципе мне эта палетка очень долгий период времени нравилась. Я все время брала ее с собой в поездки, потому что у нее хорошие вот эти три цвета, которыми можно сделать фактически любой макияж. Какой-то нюдовый, очень базовый. И плюс вот этими оттенками можно сделать акценты. Она, как в общем-то и все палетки Диор, такая нежненькая, не отдает очень ярко цвет. Но сейчас я ее уже в последнее время почти не пользуюсь, потому что у меня есть много других интересных палеток. И я думаю, что пришло уже время от нее избавиться. Кладу ее вот в эту корзиночку. Сюда я буду класть все, что я хочу выкинуть, продать или еще каким-то образом избавиться. В общем, вот эта корзиночка для расхламления. Палетки Urban Decay. У меня их на самом деле было, по-моему, три. Палетку Born & Turan я продала еще год назад, потому что как-то активно ей не пользовалась. Потом я на днях буквально продала Naked 2. Очень клевая палетка, мне нравилась. И мне кажется, по сей день она мне нравится. Но она лежит, я ей не пользуюсь. Мне было ее жалко. Я решила ее продать, чтобы хоть кому-то она была полезна и не лежала просто так. Так, у меня осталась только вот эта палетка. Это палетка, как она называется, Detour. On the run. И палетка клевая. Она мне реально нравится, потому что вот эти вот, например, оттенки, они очень красивые. И мне кажется, у меня вот аналогов вот этого оттенка, например, так совсем нет. Ну, вот аналоги этого оттенка, может быть, найти несложно. Но у меня в коллекции их, по крайней мере, нет. И поэтому эта палетка до сих пор имеет место быть у меня в коллекции. Ее мне, кстати, Urban Decay прислали на тестирование. Еще когда-то там, во времена, когда я активно писала отзывы в Recoge. Сейчас мне Urban Decay ничего не присылает. Но палетку я храню, пока никуда ее не делала. Хотела в какой-то момент ее продать. Но сейчас вот из-за вот этого оттенка, да и, в принципе, из-за подбора я ее оставила. Палетки Джеффри это отдельная тема в моей коллекции. Потому что вот конкретно эту палетку я прям мечтала купить. Я очень ее хотела, но ее нигде не было. Она была только на eBay за какие-то там страшные деньги. Я тогда не стала ее заказывать. Потом она появилась в L'Etoile за 3,700. Я сразу же заказала. И что-то с тех пор эта палетка у меня лежит. В общем, я сделала ей буквально там, наверное, три макияжа. Пока у меня к ней совсем не тянется рука. Вообще не хочется ей пользоваться. Сейчас объясню, почему. Подбор оттенков в ней прикольный. И она такая прям для креатива, очень яркая, красивая палетка. Но она не самая простая в использовании. Потому что вот это все, это пигменты. А пигментами ими невозможно пользоваться точно так же, как тенями. Потому что их надо набивать, их надо наслаивать. Надо использовать подложки. И все вот эта вот история, это такая больше про то, как учиться использовать косметику как профи. Это не совсем про любителей. Скорее всего, я ее продам. Я еще пока подумаю. Я еще все еще думаю над этим, стоит или нет. Хочу подождать лето. Если летом ничего не изменится, то я ее продам. Пока положу ее сюда. С мини-брейкером другая история. Я ее купила спонтанно. Честно говоря, о покупке не думала. Увидела ее в Литуале в Питере. И сразу взяла. И очень ей довольна. К ней у меня рука тянется. Я обожаю вот этот вот хамелеончик. Он, смотрите, какой красивый. Вообще, вот очень люблю такие оттенки. И мне нравится их коллекционировать. Здесь красивый также вот этот золотой оттенок. Вот он такой прям очень яркий. Настоящее золото. И сами мне оттенки все окажутся очень уникальными. Такая палитра интересная. Можно сделать как отдельный макияж, так и куда-то их вписать. Короче, вот эту палетку я очень люблю. Никогда от нее не избавлюсь. И это вот, наверное, одна из любимых палеток в моей коллекции. Следующее, что я хочу с вами посмотреть, это сияшки от Бернович. Они вот у меня хранятся в такой, в таком кейсе для однушек. И вот это просто любовь. Вот они просто в самое-самое сердечко. Потому что, ну, вы посмотрите, какая красота. Они все абсолютно разные. Вот эти вот из серии Sparkle. Вот эти из обычной серии. Но вот все их очень люблю. Все ими пользуюсь. Вот этим, пожалуй, пореже. Потому что он такой более вечерний. И посложнее пользоваться. Все остальное это просто в самое сердце. Любовь на века советую. Обязательно сделаю видео про вот эти Sparkle. Палетка Tartan Blue. Это моя самая базовая палетка. Пожалуй, вот ей я заменила Naked 2. И мне очень нравится формула этих матовых. Потому что они очень хорошо тушуются. Здесь, в принципе, все цвета. Они тепленькие. Такие для складки, для нюдового макияжа. Есть потемнее, посветлее. Плюс, когда открываешь, распространяется такой очень сладкий запах шоколада. Просто невероятно вкусный. Сразу кажется, что вот, пора пойти попить чаек с чем-нибудь сладеньким. Короче, если вы любите такие сладкие отдушки, вот эта палетка, это вот про это. И сама по себе она вот такая красивая, лаконичная. Я ее очень люблю. Мне кажется, что это пока моя любимая нюдовая палетка. Я ее пользуюсь постоянно. Если мне лень придумывать какой-то сложный макияж, я беру ее, просто наношу вот этот вот оттенок в складку. Вот этим немножко углубляю. Рисую вот каким-то из них стрелочку. В принципе, наношу любую блестяшку. Все, макияж готов. И я думаю, по затертости рефилов видно, что я ей часто пользуюсь. Обожаю эту палетку, обязательно ее оставляю. Палетка Colourpop. Она у меня осталась одна. Я в какой-то раз заказала тогда много этих палеток, все почти продала, потому что мне очень не нравится качество шиммеров. Они какие-то блеклые, непонятные. То есть вот мне и в этой палетке шиммеры, ну скажем так, они очень спорные, странные. Вот давайте я вам их покажу. То есть они как-то особо не переливаются, как-то слабо сияют, невнятные цвета. И вот это было во всех палетках. Те, которые задумывались как спарклы, они сияли чуть поярче, но какими-то кусками отваливались. Короче, здесь они сатины, они такие, ну, попроще что ли, помягче. Ими в целом можно пользоваться. Но почему эта палетка все еще у меня осталась? Вот эти все матовые, это такая классная формула. Они так мягкие, классно тушуются, они так клево смешиваются друг с другом. И в целом вот эту палетку я очень люблю осенью. Поэтому избавляться я от нее не планирую, потому что, ну, очень красивые с ней макияжи получаются. Особенно люблю вот эти вот оттенки, потому что они красиво сочетаются. С ними макияжи вот просто беспроигрышные. Ради матовых она у меня остается. Палетки Revolution. Обе эти палетки оказались у меня в подарок. Вот эту мне прислали на тестирование. Вот эту мне подарили в коробочке Revgosh. И, на удивление, палетки неплохие. То есть я ожидала от Revolution какое-то трешевое качество. Я думала, что они вообще там не передаются. Какие-нибудь ужасные. На деле половина палетки вполне рабочая. Например, вот эти вот основные цвета, они хорошо работают для складки. Они нормально тушуются. Металлики вот эти, они на подложках тоже очень красиво раскрываются. С ними можно сделать эффектные макияжи. Вот эти оттенки, это треш какой-то, потому что они не передаются, они пятнят. Вот это тоже ужас, потому что это задумывалось как спарклы. На деле это просто разваливающиеся на куски какие-то непонятные блестяшки. Выглядит это все вот очень-очень дешево. Это не полируется, не смешивается ни с чем. Короче, вот эти оттенки, это кошмар и ужас. Но, учитывая сколько эта палетка стоит, то что она из бюджетного сегмента, в принципе, палетка норм. И здесь можно ей делать красивые макияжи, можно делать ей эффектные макияжи. Даже вот в этом оттенке есть какой-то намек на спаркл. Ой, фу, на спаркл, на хамелеон. Он типа из такого рыжего в красный переливается. Тем не менее, этой палеткой я как-то особо не пользуюсь. Вот после того, как я ее протестировала и написала отзыв, у меня, по-моему, рука к ней ни разу не тянулась. И я хочу от нее избавиться, ее продать, отдать кому-нибудь. Потому что, мне кажется, у кого-то она точно будет использоваться, но у меня вряд ли. Что насчет этой палетки? Она полностью состоит из сатинов. Здесь только вот этот, по-моему, такой более-менее матовый. Все остальные это сатиновые оттенки. Неплохая, кстати, гамма. И я пробовала делать ей макияжи. Получается неплохо. Даже вот этот оттенок претендует на какой-то интересный и красивый. Но, во-первых, она пахнет Ruby Rose, что у меня уже вот просто минус тысяча очков Гриффиндора. Уже не хочется ей пользоваться. Во-вторых, оттенки не уникальные. Макияжи получаются такие, ну, спокойненькие, скучненькие. И вот от нее я тоже хочу избавиться. Палетки Наташи Диноны. У меня их немного, у меня их три. Это две малышки и одна такая средняя палетка. Все три люблю. Вот эта, это моя любимая гамма на лето. Купила я ее, кстати, не летом. Я купила ее полгода назад. Но я сразу поняла, что это вот все то, что я очень люблю в теплый период времени. Когда вот есть какой-то загар. Когда хочется теплых макияжей сияющих. Потому что это все, это просто очень-очень красиво. Вот как это сияет. Это самое сердечко. Просто очень красиво. Очень ярко. Это прям масло. Они очень легко наслаиваются, перемешиваются. Ими пользоваться просто одно удовольствие. Мне нравятся формулы в этой палетке. Есть вот, конечно, вот этот оттенок, который там посложнее. Вот этот мне не всегда кажется просто использовать. Тем не менее, палетку очень люблю. У меня тянется к ней рука даже сейчас. Когда я очень бледная моль. И мне в принципе теплые оттенки так себе идут. Тем не менее, палетка вот точно обожаемая мной. Ни разу не пожалела, что купила. И она одна из звезд моей коллекции. Малышки тоже очень люблю. Вот эту малышку люблю гораздо больше, чем эту. Потому что это полностью мои оттенки. И я могу сделать очень простой макияж в любое время. Они очень мобильные. То есть их удобно брать с собой. Плюс вот этот оттенок. Это идеальный просто серебристый оттенок для уголка глаза. Или для какого-то нежного серебристого макияжа. Вот эти два матовых. Это идеальные оттенки для складки для меня. Вот этот такой, он посложнее. Но если на него наслаивать вот такой оттенок, получается тоже очень красивое сочетание. Вот эта гамма для меня более спорная. Потому что я бледная. И мне зеленоватые оттенки, ну, как-то не очень идут. Но я приспособилась использовать вот этот вот оттенок. Так, тут еще вроде чистый палец. Вот этот оттенок. Смешивать его вот с таким оттенком или с вот этим. И получается такой зеленый. В принципе, спокойный макияж. Золотой отсюда я не очень люблю. Мне кажется, что мне он не идет. Коричневый я не люблю, потому что он сыпется. Но вся в целом палетка, она неплохая. Ей можно взять красивые макияжи. Я какое-то время хотела ее продать. Но потом вроде распробовала. Пока оставила. Потому что в целом у меня получаются с ней более-менее нормальные макияжи. Но вот эту палетку я точно не продам. Очень ее люблю и рекомендую тем, кто любит какие-то быстрые, простые макияжи с интересным набором оттенков. У меня, кстати, с ней есть видео, где я делаю макияж на работу. Очень советую посмотреть. Палетки Марко. Это и любовь, и разочарование, и все вместе. Сейчас начнем. Любовь. Любовь это однозначно вот про эту палетку. Очень красивая палетка. Идеальный набор оттенков. Просто на все случаи жизни можно делать и спокойненький макияж. И очень яркий. Все оттенки крутые. Все очень продуманно. Вот этот оттенок сложный. Но без него палетка бы не работала. Потому что вот это очень хороший оттенок для затемнения, для стрелки. В целом вся палетка очень крутая. Рекомендую, советую. Особенно если вы любите яркие, блестящие макияжи. Вам точно понравится. Вот эта палетка это и любовь, и нелюбовь, и все вместе. Но определенно в моей коллекции она к месту. Это холодная палетка. И с ней получаются такие более холодные какие-то глубокие что ли макияжи. Очень люблю сочетание вот этих матовых. Очень люблю серебристые отсюда. Он очень плотный. Вот он намного плотнее, чем вот в палетке Наташи Диноны, например. Мне сначала показалось, что эти серебристые будут похожи, но на деле это вообще абсолютно разные оттенки. Потому что у Наташи он такой более глухой и теплый. А здесь это прям вот серебро, как там и есть. В общем, очень плотное серебро. Плюс вот это серебро красиво мешает с вот этим оттенком. И если их смешать, вот кстати он смешивается даже, получается такой как-то немножко более ледловый что ли оттенок. И то, как вот смешиваются здесь блестяшки, тоже прям обожаю. Вот этот оттенок не работает. Я сколько ни пыталась его использовать. Он сухой, он такой дает блестяшки. И в принципе он такой бестолковый, хоть и красиво переливается в палетке. Темный здесь, он в принципе неплохой. Он лучше, чем в пчелке определенно. Но он тоже такой суховатый. И хотелось бы, чтобы он был чуть мягче, чуть менее сыпучий. Но вот в принципе палетки марка Джейкобса они очень сыпучие. Есть у них такой грешок. Поэтому, если вы любите наносить тон до теней, например, как я, то будьте готовы, что вам придется все время это подправлять. Вам придется все время мучиться с сыпаниями. Но в целом палетки дают очень красивые, интересные и узнаваемые макияжи. Поэтому это стоит того. Плюс вот оформление конкретно этих двух палеток, это просто какой-то шедевр для меня. Идеальная вот эта вот такая, как камешек форма. Все блестит красиво. В общем, обожаю. Я, честно говоря, ожидала подобного качества вот от этой палетки, но не срослось. Я делала на нее видео, где у меня отзыв был очень неоднозначный. Тем не менее, я давала ей шанс. Но с момента видео прошло какое-то время, и я поняла, что нет, я не хочу ей пользоваться. Потому что мне, ну может быть и идут эти оттенки, но мне так не хочется тратить на нее время, нервы. Так не хочется расстраиваться, когда макияж получается не таким, как задуман. Я вот по большей части думала из-за вот этого оттенка ее оставить. Но этот оттенок, он знаете, тоже такой, типа вроде красивый, но он не выглядит уникальным, не выглядит звездой палетки. И если бы вот этот оттенок работал так, как задумано, хотя бы так, как на свотче, ну на свотче он тоже довольно бледноват, блекловат. Если бы вот он работал, палетка была бы шикарнейшая. Но вот эта штука не работает, его наслоить это просто нервы, это каждый раз недоумение, почему, почему это работает, как какая-то палетка за три копейки. И вот этот оттенок, вкупе с вот этим, которые вообще просто прессованные блестки, он здесь, я считаю, его можно вот так вот взять, выкинуть, и ничего не поменяется. Вот это все вместе сделало для меня такое однозначное решение, что надо ее продать. Хотя оформление у нее тоже миленькое, вот эта вот тактильная вишенка и надпись, это очень красиво. Матовые здесь вообще к ней претензий нет, можно делать красивые розовые макияжи, но не хочу. В общем, она идет на продажу однозначно. Про палетки Stacey Alex я вот делала видео совсем недавно, можете там подробнее посмотреть мой отзыв. Но они обе у меня остаются, мне нравится их качество, мне нравятся их оттенки, особенно вот этот вот, и вот этот неплохой. В принципе, эти палетки мне нравятся, они достаточно уникальные для моей коллекции, и нет к ним никаких претензий. Два неончика от Lamelle. Прошлым летом я, насмотревшись отзывов такая, побежала искать эти палетки, нашла, купила, думаю, все, сейчас как начну делать неоны. В итоге что? Я не использовала их ни разу. Ну ладно, один раз я их потестила на таком макияже, который даже не фоткала. И все, они теперь лежат, ждут своей участи. В принципе, есть не просят, пусть лежат. Если вдруг мне когда-то захочется сделать неоновый макияж, я знаю, что у меня есть для этого ламельки. Конечно, качество у них так себе, потому что вот эти оттенки, они довольно сыпучие. Их надо обязательно на подложку, их надо раскрывать. Но это лучше, чем ничего. И когда у меня других неонов нет, пока что у меня закрывают потребность неонов вот эти две малышки. Палетки Пэт Маград. Любовь, любовь и еще раз любовь. Про каждую из них у меня есть видео. В каждом из этих видео я признаюсь им в любви. Палетки это просто красота, шикарство, любовь, необычность, уникальность. В общем, не знаю, сколько я могу еще комплиментов им сказать, но это однозначно номер один в моей коллекции. Они еще, кстати, вон, магнитятся. Прикольно. В общем, я хочу еще палеток Пэт Маград. Вот эти однозначно у меня остаются. Я ими крашусь, пользуюсь. Очень люблю. Всем советую попробовать. Вот, кстати, вот эта палетка очень клевая для начала, потому что в ней собраны такие спешлы, которые очень необычные, уникальные. Ими можно делать макияж, не используя какие-то еще оттенки. Но я, кстати, предпочитаю все-таки матовые использовать из каких-то еще палеток. Ну, плюс оформление здесь. Это отдельный вид удовольствия, потому что палетки тяжеленькие, красивые. Вот у этой палетки еще есть золотой такой, золотой зад с тиснением. В общем, очень люблю палетки эти. Они у меня определенно остаются. Осталось совсем немножко палеток. И перейдем к однушкам. Вот это одна из новых палеток моей коллекции, пришедшая для обзора Экэн Би. Она меня очень смешит вот этим оттенком, который пародирует Худу. Тем не менее, у меня с ней получился очень красивый макияж. И мне показалось, что для своей цены палетка работает, на удивление, очень удачно. И даже если сравнить с вот этой палеткой, которая стоит, ну, не знаю, в 4 раза дороже, чем эта, то вот Revolution ей проигрывает. Потому что здесь как-то более умно подобранные оттенки. Они все работают и, в принципе, очень красиво раскрываются. Вот этот меня, кстати, очень удивил. Потому что он красиво полируется и дает такой красивый уголочек глаза. Вот этот мне понравился. Такой фиолетовый. Этот очень необычный, с закосом, по-моему, на Джеффри Стар. Короче, палетка прикольная. Пока я оставлю. Не знаю, как часто буду пользоваться, потому что она мне недавно. И я не могу сказать, тянется к ней рука или нет. Но пускай будет. Пока что я не хочу от нее избавляться. Она меня не бесит. Выкинуть мне тоже не захотелось. И я думаю, что какие-нибудь еще макияжи я с ней сделаю. Худо. Худо ждет своего отзыва. Потому что я ей пока еще не так активно пользуюсь. Просто не хватало времени. Даже еще не успела затестить слиперы. На которые вот здесь как раз и был намек, скажем так. И я не могу сказать, насколько этот оттенок хорош. И насколько он хорошо работает с блестяшками. Плюс я еще не совсем ее распробовала. Я могу пока только сказать, что вот этот оттенок прикольный. Это такой как типа хамелеончик из фиолетово-голубой. Очень необычный. И он очень хорошо украшает макияж. Вот эти все блестяшки, они очень мелкие, очень необычные. У меня таких в коллекции нет. Они яркие. Ими можно красиво украшать макияж. Матовые неплохие. Но на какой-то полноценный обзор я пока еще не созрела. Как буду готова, обязательно сниму. Поделюсь впечатлениями. В принципе, палетка интересная. Она у меня негатива какого-то не вызвала с первых впечатлений. Но будет ли она самой любимой, пока не могу сказать. Не знаю. Подождем отзыв. Палетка Beauty Bay. Как я ее хотела, как я в нее верила. И как я ее редко использую, вы не представляете. Тут на самом деле похожая история с Joe Breaker. Но эту палетку я определенно оставлю. Потому что это хороший вариант для всяких тоже флешмобов, для конкурсов. Когда нужны какие-то вот эти ворвиглазные все оттенки. Нужен желтый, там синий, фиолетовый. Вот они здесь все есть. И для этой функции эта палетка у меня однозначно остается. Все. Это все мои палетки. Переходим к однушкам, к пигментам. Вот к этому всему добру. Итак, что тут есть? Давайте начнем с однушек. Вот это супер древняя однушка от Пупы. Раньше очень любила, потому что она такая очень красивая, очень мелкая. Дает такое сияние симпатичное. И в принципе вот этот оттенок мне казался всегда очень красивым под стрелку. Но мне кажется, я от нее так устала, что я уже ей практически не пользуюсь. И пора, наверное, ей на покой. Тем более лет ей уже, я не знаю сколько. Она у меня еще с университета. Университет я закончила 5 что ли лет назад? Уже 5 лет. Как быстро летит время. Далее, примерно из тех же времен, у меня однушка Мак. Она мне раньше очень нравилась, потому что она дает такой немножко как ржавый что ли оттенок. Ну такая бронза прям. Не ржавая она. Ну короче, она вот такая вот бронзовая, интересная, прикольная, красивая. Но она мне надоела, она мне кажется скучной. И она идет туда же, куда идет пупа. Вот эта однушка, я ее купила, так как мне очень хотелось вот этот коричнево-зеленый хамелеон. И знаете, мне кажется, это лучший вот такой оттенок, какой только может быть. Потому что здесь очень много зеленого. Он очень хорошо передается. Он на теплой такой даже красноватой что ли коричневой базе. Вообще не грязный. И вот это идеальное просто решение от такого оттенка. Плюс он стоит что-то там 300 или 400 рублей. Короче, если вот вам нужен такой хамелеон, вот это просто рекомендация на века. Однушку Essence я люблю. Это в принципе в целом просто блесточки, топпер. Он вот немножко замылился. Он очень яркий, очень красивый. У меня что-то похожего нет на удивление, хотя казалось бы. И вот эту однушку я люблю, ее оставлю. Потому что мне иногда нужен вот такой вот очень мелкий, яркий какой-то цвет, которым просто покрываешь сверху, например, какие-то кремовые тени. Все блестит, сияет красиво. В общем, это у меня остается. Вот эти две однушки, они у меня немножко случайно. Вот эту мне подарили, привезли из Беларуси, Рилуи. А вот эту я купила в порыве какого-то, я не знаю чего, в порыве желания, наверное, что-нибудь купить. Увидела вот эту синюю прикольную, как, пузатенькую, что ли, однушку и решила, что мне очень надо. С ней, кстати, можно сделать очень красивый макияж. Но, как сами понимаете, во-первых, формат однушек это не очень удобно. Во-вторых, вот к таким оттенкам рука, ну, не то, чтобы тянется что-либо. Потому что это не спарклы, это сатины. Хоть и красивые сатины, они не уникальные. В общем, они пока что просто лежат у меня в коллекции. Вот мне кажется, что синий вполне может заменить синий из Стейси Алекс. Вот он даже поярче сияет. Короче, я думаю, что от синего определенно стоит избавиться. Насчет фиолетового, я не уверена, что у меня есть аналог. Поэтому он пока пускай полежит, потому что, мало ли, мне нужен будет такой фиолетовый сатин. И я его пока оставлю. Вот это просто матовый черный, самый обычный, когда нужен черный в большом количестве. Глубокий, не серый, там, не коричневый, не синий. Чисто черный. Вот эта однушка у меня для этого и лежит. Так, что, остались только пигменты глиттера? Давайте сразу с пигментами Тамито ну-ка разберемся. У меня всегда они вызывали любопытство. Вон, у меня их достаточно много. И по большей части, это вот все, это набор, который я заказала у них на сайте. Там есть такие наборы тематические подборками, типа там какой-нибудь, не знаю, осень, или там яркое что-нибудь, там змея, еще какая-нибудь ерунда. Я увидела как-то набор очень яркий. Вот этот, по-моему, куда не входит. Вот этот, наверное, оттуда. Нет, это не то. Не то. Вот эти шесть оттенков, они как раз были из набора. Это все-таки глиттеры, очень яркие, очень сильно переливающиеся. Давайте вот вам какой-нибудь из них покажу. И они все просто на случай надобности какого-нибудь яркого макияжа. Определенно они у меня останутся. Но каждый день они не нужны. Каждый день их как-то и не хочется использовать. Тем не менее, я рада, что они у меня есть. Потому что качество крутое. С ними получаются очень эффектные макияжи. Мне кажется, вот ни с одним продуктом у меня не получается настолько эффектно. В общем, вот хранятся, лежат, ждут своего часа. Все остальные пигменты, которые я заказала, они уже чуть менее интересные. Вот это, это хайлайтер Пульсар. Мне было тоже любопытно его попробовать. Потому что мне на тот момент хотелось вот такой вот космический хайлайтер с каким-то синим эффектом отлива. Потом я купила Диор. И вот сейчас я Пульсаром пользуюсь не так часто. Хоть он и поярче, и поэффектнее. Но Диором просто пользоваться проще. Вот это все, это сатины. Такие неяркие. Какие-то, знаете, вот обычные самые сатины, к которым не тянется рука. И они очень понимают, зачем они мне нужны. И, наверное, вот от них трех я бы хотела избавиться. Давайте еще немножко про сатины расскажу. Они неплохие. То есть это оттенки, ну, такие базовые что ли, какие-то нежные. Для нежных макияжей они, возможно, вполне себе подходят. Просто мне кажется, что когда хочется сделать нежный макияж, который не должен привлекать внимание, такое вот, знаете, спокойствие, какое-то для офиса, то вот к пигментам рука в эти моменты точно не потянется. Потому что просто я возьму какую-нибудь палетку Стейси Алекс или Наташи Диноны, сделаю себе такой макияж и спокойно пойду до работы. К пигментам хочется тянуться, когда нужен эффектный, необычный какой-то цепляющий макияж, когда нужен акцент. И вот такие пигменты, которые вот никакие, я лично что-то не поняла совсем. Также у меня есть пигменты Клипач. И эти пигменты очень люблю. Вот это два, это Хамелеона. Хамелеоны, кстати, я тогда купила, когда они еще не были на таком пике популярности. Я взяла их просто попробовать, подумала, что, блин, прикольный эффект. Вот этот, например, очень похож на оттенок из палетки Пэт Маград. Из второй, где он переливается из такого зеленого в розовый. И вот этот оттенок, он переливается из синего в фиолетовый. И с ними можно делать очень эффектные макияжи при небольшом уровне сноровки и тренировке. В общем, вот с ними можно делать очень красивый эффектный макияж. Вот это топперы. И вот этот топпер, это просто любовь на века. Это мой самый любимый пигмент. Потому что, если мне нужно быстро украсить макияж, я просто делаю вот так вот пятнышко клеем. Леплю туда вот эти блестяшки и получается невероятно красиво. Они, причем, раскрываются на разных базах по-разному. Например, на фиолетовом, это дает такой салатовый блик. На каком-то более теплом они просто красиво переливаются. И вот оттенок султанит, клейпач султанит, Танечка вам рекомендует обязательно. Оттенок берилл не такой интересный, потому что ему мешает вот эта голубая база. И у меня пока не получается его как-то эффектно использовать, потому что либо вот этот голубой начинает спорить с базой, либо макияж какой-то получается, ну, как бы, знаете, такой однобокий. И, короче, вот этот пигмент я что-то как-то не распробовала, скорее всего, я его тоже куда-нибудь делаю. Пигменты Colourpop. Это был наборчик. Когда я заказывала палетки, мне нужно было добить до бесплатной доставки, и я докинула вот этот набор глиттера и какого-то еще блестящего пигмента. Они оба прикольные. Вот этот, например, это чисто такой классический цветной глиттер для любых макияжей, где он может быть нужен. Его тут просто и внукам моим, и детям хватит, и правнукам, и всем на свете. Я не знаю, куда столько нужно этого глиттера, но пускай будет. Возможно, я когда-нибудь захочу сделать тот или глиттер макияж, там, когда полностью в глиттере лицо, там, смешать его с кем-нибудь алое. Короче, пускай полежит, подождет. Вот этот оттенок, он работает как хайлайтер, причем очень-очень-очень яркий. Вот, смотрите. Я беру, набираю этот пигмент, растираю, и все сияет прям как не в себя. Я очень люблю наносить его на декольте, люблю им украшать себя на какие-то праздники, на выходы. Вот в 20-м году их не то чтобы было много, поэтому у меня пигмента до сих пор дофига, но вот применение вот этим блесточкам я очень даже нашла. Поэтому вот этот пигмент люблю. И осталось дело за малым. Глиттеры NYX. Самые обычные глиттеры просто черный, розовый глиттер, ждут своего часа, ждут, когда они будут нужны. Очень красивые украшалки, блестяшки. Ничего в них такого экстраординарного нет, но при этом они оба довольно красивые, красиво переливаются. Короче, ничего плохого про них тоже сказать не могу. Храню их просто для того, что иногда нужны глиттеры. Этот пигмент от NYX ему уже 100 тысяч лет, как видите, он еще в древнем оформлении с сердечком. Это такой хайлайтер типа пульсара, но без холодного сияния. То есть это чисто просто белый такой оттеночный холодочек. И он мне нравится. Иногда хочется что-то такое нанести там под бровь, на лицо. В принципе, у меня чего-то такого белого и нежного без холодного отлива нет. Поэтому он пока имеет место быть в моей косметичке, в моей коллекции, пускай лежит. Вот это. Это я купила в порыве какое-то, не знаю, любопытство. Вот недавно среди тиктокеров, там среди всех было очень модно вот такие глиттер-гели использовать, лепить их на лицо. Но, как вы сами понимаете, не каждый день ты будешь этим заниматься, и он у меня засох. Поэтому, да, все красиво, прикольно, но я его не успела использовать, поэтому я просто его выкину. Осталось всего две штучки. Обе штучки с Алиэкспресса. Вот это бренд Focalure. Это пигмент типа того, каким является вот эта однушка. То есть это коричневый, на коричневой базе, с таким каким-то голубовато-зеленым переливом. Так, блин, как бы вот цепануть-то. Вот сделаю так. И он вот тоже красиво растирается и затирается. Но в нем зеленого гораздо меньше, чем в однушке от... Господи, забыла. Короче, вот чем вот в этой однушке. Как его там? Боксом, боксом. Вот, например, сравните, какой зеленый вот этот оттенок и какой коричневый вот этот. И, конечно, мне вот этот оттенок нравится гораздо больше. И когда мне такой оттенок нужен, я тянусь вот к этой однушке. Поэтому, к сожалению, Focalure, до свидания, я от тебя избавляюсь. Вот эту однушку я только-только получила. Пока не распробовала. В видео про You Can Be я показываю, как это вообще работает, как это выглядит. Вот она такая прикольная, красивая. Но пока я не могу сказать, нужно мне это или нет, обязательно попробую это в макияже. Пускай пока живет. Итак, самая основная часть работы сделана. Мы разобрали все мои палетки. И теперь перейдем к средствам для лица. У меня их меньше, чем палеток. Тем не менее, тоже есть что показать. Есть что посмотреть, есть что выкинуть. И давайте начнем с румян. Румян у меня не так много, потому что я, в принципе, их распробовала не очень давно. У меня есть вот старенькие румяна Rimmel, которые мне не нравятся. Потому что это, знаете, такие румяна, которые не сияют. Они прям работают как-то в лоб. И оттенок такой, знаете, ну не сказать, что супер красивый. Хотя раньше они мне нравились. Мне казалось, что они деликатные. Прикольно работают. Но, короче, сейчас я ими не пользуюсь вообще. И я думаю, что им пора уходить из моей коллекции. Далее я расскажу про румяшки Lottie. Это такое розовое, что-то очень холодненькое, очень миленькое. И у меня они, если честно, ассоциируются с какими-то там молодыми девушками. С такими морозными румяшками. Но мне это не идет. Я вот сколько их не испробовала на себе. Мне сразу кажется, что у меня какой-то начинается больной вид. Как будто бы у меня, не знаю, сильно раскраснели щеки. Какой-то оттенок спорящийся с моей кожей, как мне кажется. И я их пока думаю, куда пристроить. Скорее всего, я их либо кому-то подарю, либо продам. В общем, вот они у меня ищут своего хозяина. Еще одни румяна у меня есть от NYX. Это супер яркие, очень пигментированные румяна. Мне когда-то их подарили на Тайном Санте, кажется. И вот они прям вот такие, как они здесь. То есть, как вы их вот набрали, начинаете наносить. Вот они такого именно оттенка и есть. Причем прикольно, что их вот здесь вот можно смешивать и делать такими более тепленькими, что ли. Но очень люблю этот оттенок, потому что он не идет. Это такой, какой-то чуть тепловатый розовый. И иногда, когда мне хочется сделать вот прям акцент на коже, не делать яркие глаза и губы, я использую эти румяна, потому что они очень хорошо подчеркивают здоровый цвет лица. Красиво подстраиваются под цвет кожи. И если их набрать чуть-чуть, а не вот такое вот большое пятно, то это выглядит красиво. Конечно, я их оставлю. Моя любовь, моя боль, это румяна люмине. Почему любовь? Потому что красивый румян я пока не встречала. Это румяна-хайлайтер, которые переливаются. Они очень близко садятся к коже. Это такой очень нежный оттенок, который невозможно увидеть вот так в лоб. Тем не менее, когда вы берете кисть, наносите это на лицо, это такой красивый эффект, красивой здоровой кожи. Они ее подсвечивают, дают небольшой такой розовато-персиковый оттенок. И просто эти румяна, это моя любовь, я их постоянно использую, все время с собой беру. И я боюсь, что они однажды закончатся, потому что их сняли с производства. Это большая боль, потому что я не знаю, где найти что-то похожее. Очень ищу. Если вы знаете что-то похожее, пожалуйста, порекомендуйте мне в комментариях. Но вот эти румяна, это просто очень-очень хороший и качественный продукт. В надежде найти что-то похожее. Я недавно купила румяна Inglot, но это абсолютно другой продукт, это абсолютно другое настроение. Это, ну вот посмотрите, видно уже их цвет. Они, в принципе, тоже красиво сияют. Это тоже румяна-хайлайтер. Но они, во-первых, отдают цвет. Во-вторых, у них частички такие более крупные. И хоть они дают эффект такой немного заполированной кожи, все равно это не то. Это красивые румяна, они праздничные. Но они не дают эффекта холеной кожи. И с ними сложно так легко и просто добиться вот этого подсвечивания кожи. Короче, эти румяна я тоже люблю. Но они совсем для другой цели. И так они не работают. Еще у меня есть двое древних румян, которые вот что-то лежат. Почему-то я их все не выкидываю. Это румяна Pupa, которые я тоже купила еще когда была студенткой. Либо я только-только начинала работать. Вот они такого оттенка невнятного. И когда-то мне показалось, что это очень красивое оформление, что я их очень хочу. На деле они просто лежат. Ну, наверняка они вот после этого видео пойдут вот туда, где им и надо быть. Вот эти румяна мне когда-то тетя привезла из-за границы. Это румяна Lancome. Самая первая моя люксовая вещь. Я тогда даже, кстати, не поняла, что это что-то люксовое, очень классное. Я просто подумала, ну блин, прикольные какие-то румяшки, две полосочки тут что-то есть. В общем, черный футлярчик. Ну, как бы, я тогда так к ним отнеслась. Понимаете, да, насколько они у меня давно? Это еще с тех пор, когда я в косметике не разбиралась от слова вообще никак. И они вот что-то вроде тех моих теней Guerlain, которые я показывала, они больше для памяти. Пользоваться я ими не пользуюсь. Хотя оттенок у них, ну, кстати, такой неплохой. То есть это либо матовый, такой темненький оттенок для большей скульптурирования, либо вот такой розоватый перелив, который, ну, немножко, может быть, похожся на глот, но не так интенсивно сияет. И раньше я их очень любила, сейчас они просто лежат. Ну, я думаю, что, наверное, все-таки от них можно избавиться, потому что у них нет такого красивого футляра, как от Guerlain, и очень странно держать их для коллекции. Поэтому простите ланком румяшки, но пока-пока. Палетки для лица. Палетки для лица тут все просто. Палетка номер один. Ее можно... Это наборная палетка, и вы все вот эти рефилы покупаете отдельно. Что я могу сказать? Вот это прекрасный скульптор, единственный, которым я пользуюсь. Это шикарнейший хайлайтер, который я бы назвала аналогом хайлайтера Наташи Диноны, который я в дальнейшем покажу. Вот смотрите, как он красиво переливается. Так, сейчас я его еще наберу побольше. И это, если честно, уже второй мой рефил. Единственный, наверное, хайлайтер, который я прям стерла до дна, так что его невозможно уже было набирать, это вот такой же рефил. Вот он очень красиво переливается. Это очень такой правильный оттенок хайлайтера, который полировается в кожу, дает очень красивый яркий блик, и стоит это не очень дорого. Поэтому вот хайлайтер, скульптор, это шикарные вещи. Румяна это что-то невнятное, что-то такое, типа вот румян, который от Риммель я показывала, они просто дают вот какой-то персиковый матовый оттенок. Но так себе оттенок, если честно, и он никак не подсвечивает кожу, не делает хеленый. В общем, вот этот оттенок я бы, если честно, вытащила и вставила сюда что-то другое. Палетка от Белуар Дизайн. Она вот из той же серии, которая была только что номер один, но здесь чуть порыжее скульптор, чуть по блестящее, наверное, румяна. Сейчас какой-нибудь вот этот пальцем вроде еще чистый. Вот, они чуть-чуть совсем сияют, но в целом они похожи на те, что были в номер один. И абсолютно никакущий хайлайтер. Вот не люблю я этот хайлайтер, потому что вот он набирается как мука, он какое-то дает пятно. Я такое не очень люблю. И по большей части эту палетку держу из скульптора, потому что скульптор здесь толковый, и он очень красиво работает на моей коже. Так, палетка кремовых текстур от Vivienne Sabo. Клевая палетка. Очень мне нравятся вот эти кремовые румяшки, потому что если я хочу какой-то сияющий такой эффект на коже, немножко влажный, я обязательно их использую и закрепляю своими любимыми румяными от Lumine. Просто любовь. Вот эти два оттенка не так поняла. Я их по большей части использую на веки, потому что для скульптурирования я, честно говоря, не знаю, как это использовать. Для хайлайтера у них тоже какой-то сомнительный оттенок. В общем, вот эта любовь, вот эти два оттенка не понимаю. Но ради вот этого я обязательно эту палетку оставляю. У меня есть еще скульптор от NYX, которым я не пользуюсь. Почему не пользуюсь? Потому что у меня есть скульптор от номер один, у меня есть скульптор от Beloir Design, и вот этот скульптор, он им проигрывает. Ну что, он сухой, он хуже тушуется, хоть и оттенок у него такой холодный и правильный, но он мне как-то особо не нужен. Давайте перейдем к хайлайтерам. Итак, у меня очень сто лет назад, наверное, еще была идея купить себе метеориты. Я прям вот, не знаю, на каком-то лютом желании побежала в рифгош, взяла их и пользовалась, наверное, ими какое-то время, может год. С тех пор у меня рука к ним тянется только для запаха. То есть вот открываешь вот эту пудру, чувствуешь запах фиалок, а запах просто офигеть какой сильный. Если вы любите такой запах, вам такая штука, возможно, и нужна. Раньше это чаще использовала, но сейчас я вообще смысла не вижу в этой пудре после того, как купила Hourglass, потому что, на мой взгляд, подобные пудры должны работать как вот эта. Вот Hourglass, она очень красиво подсвечивает, она прям, знаете, такое дает деликатное свечение изнутри, это прям вот полностью люксовый продукт. Я знаю, что многие его не поняли, но я поняла очень даже, и я люблю вот этой штукой закреплять макияж. Получается такой эффект сияния какого-то изнутри, очень красивой кожи. По идее, Метеориты, они для того же самого, но они дают настолько такой, знаете, незаметный эффект, на мой взгляд, что практически того не стоит. И у меня рука к ним не тянется уже очень-очень-очень давно, и я их хочу продать. Ну, Hourglass, естественно, я очень люблю и оставляю. У меня есть два вида хайлайтеров цветных. Вот этот я купила, когда мне было любопытно попробовать что-то от Lime Crime, и я взяла себе вот эту палетку хайлайтеров. А You Can Be мне пришли буквально на этой неделе, потому что мне хотелось попробовать у них что-то еще, кроме теней, и я взяла вот эту палетку хайлайтеров. В принципе, суть у них у обоих одна и та же, это цветные хайлайтеры, которые были в тренде, может, года два назад, может, год назад. И они, в принципе, прикольно сияют. Вот, они яркие, что здесь, что вот в этой палетке, но рукам, мне кажется, к ним тянуться как к хайлайтерам сейчас не будет, потому что, во-первых, они очень деликатные, они не дают какой-то блик из космоса, во-вторых, они довольно проблемно подстраиваются под кожу. Вот эти вот, которые Lime Crime еще попроще, вот эти мне показалось, что они прям пятно оставляют, и надо с ними заморочиться, чтобы хорошо их нанести. И знаете, я вот пока не уверена, что мне нужны обе эти палетки. Это у меня уже выставлено на продажу, потому что, ну блин, куда мне такие огромные рефилы цветных хайлайтеров, тем более, что вот этими двумя я пользуюсь крайне редко. Вот этот я могу заменить каким-либо, ну, любым другим хайлайтером с холодным переливом, например, тем же Пульсаром от Tami Tanuka. Вот это просто такой светлый, красивый, он, кстати, яркий хайлайтер, но он для меня лично не очень интересный. Короче, вот эту палетку я тоже хочу продать. Эту я пока оставлю, потому что у меня есть идея, как ее использовать, и мне кажется, что это может работать как тени, как топперы, и, в общем, вот с ней я хочу еще попробовать. На волне рекомендации Эли Булочки в Инстаграм я купила вот эту палетку, и, по-моему, ее рекламендовал Марк. Не уверена, что мне было прям реально очень нужно. Сейчас я ее практически не использую, хочу тоже от нее избавиться, потому что мне показалось, что эти хайлайтеры какие-то никакие. Да, они сияют, да, они вроде бы подстраиваются под кожу, но при этом они подчеркивают текстуру, они какие-то, знаете, быстро пропадают с лица, вообще абсолютно нестойкие, очень маленькие. Короче, ерунда какая-то, я не знаю, зачем мне это было надо, хочу тоже избавиться. Хайлайтер Диор, который я сегодня уже упоминала, это то же самое, что и хайлайтер Пульсар у Тами Танук, оно более деликатное, более близкое к коже, и это очень красиво. Я купила его на каких-то безумных скидках на черную пятницу, теперь я этот хайлайтер, конечно же, у себя оставлю, потому что иногда, когда хочется холодного перелива, лучше, чем вот этот хайлайтер, вы не найдете, наверное, ничего, потому что он деликатный, он дает правильный, очень вот этот перелив, он не спорит с кожей, не выглядит инородно, и, короче, вот этот хайлайтер, как в качестве холодного хайлайтера, просто идеальный. Это хайлайтер, который я купила, думая, что я буду ездить на юг, загорать, и мне нужен будет какой-то загарный хайлайтер, в итоге он лежит, уже сто лет, не знаю, сто лет им не пользовалась, мне он как-то особо неинтересен и не нужен, поэтому вот от него я точно исправляюсь. Какая-то похожая история с хайлайтером Бекки, я его купила, когда везде их рекламировали, рекомендовали, что типа хайлайтеры Бекки, они же такие классные, они же так красиво переливаются. В итоге я купила какой-то неудачный оттенок, ванилла кварц, вот он такой желтый, и он такой подает желтушный оттенок лицу, прям вот болезненный, мне это очень не нравится, я, короче, тоже его куда-нибудь хочу пристроить, скорее всего, это пойдет людям, у кого оливковый подтон кожи или просто такой потеплее, чем у меня. Мой любимый хайлайтер Наташа Динона, я его купила случайно, мне просто хотелось попробовать что-нибудь от Наташи, по-моему, у меня тогда даже тени от нее не было, и я заказала вот этот хайлайтер, господи, как же я его люблю, лучше хайлайтера, просто не встречала и не знаю встречу ли, он заполировывает кожу, он очень красивого оттенка, прям такого правильного и нужного, и, что еще сказать, это мой любимый хайлайтер, обязательно, обязательно его оставлю, если вдруг он кончится, а у него вон уже какая вмятинка, куплю еще, и просто вот это любовь на века. В принципе, я люблю и вот этот хайлайтер от Fenty, это такой хайлайтер скопище блесточек, если вы хотите, чтобы ваши там щеки, глаза или что-либо еще блестело из космоса, вы наносите вот эти блесточки, все будет очень красиво блестеть, естественно, их очень видно, потому что это, ну как бы это, не знаю, прессованные блестки, глиттер блестки, не знаю, что это правильно, как это назвать, но это блестки, но это очень красиво, это очень деликатно, это не какие-то дешевые блестки, которые, знаете, прям вот блестят, лежат на лице, нет, они очень красивые и такой хайлайтер мне тоже очень нравится. Мы близимся к финишной прямой, давайте про все оставшиеся продукты я скажу кратенько, вот эта штучка, это блестяшка от Shiseido, она нужна для того, чтобы, когда нет времени заняться макияжем, просто вы ее берете, наносите на щеки, на глаза и у вас везде что-то блестит, что-то очень деликатно выглядит и красиво, эта штука мне, в принципе, нравится, но второй раз я бы это не купила, потому что она, во-первых, выпадает отсюда, во-вторых, вот эта хрень очень тяжелая и немобильная, чтобы с собой это возить, ну и в-третьих, мне кажется, сейчас можно найти продукты, которые вот эту штучку заменят. Последний хайлайтер, который есть в моей коллекции, это хайлайтер Focalure, он такой кремовый и он у меня в коллекции хранится только для того, чтобы делать эффект мокрой кожи, он для этого очень красиво подходит, и пока что я вот не нашла, чем его заменить, по крайней мере, он дешевый, он работает так, вот мне и нужно в эти моменты, то есть вот вы его так жирненько наносите, закрепляете каким-то еще ярким хайлайтером и кожа выглядит очень влажной, очень красивой, короче, он пока остается. этот продукт, это бронзер Physician Formula, я еще не успела с ним познакомиться, он мне пришел буквально вчера, поэтому ничего не могу сказать, обязательно что-нибудь расскажу о нем в дальнейшем. Бронзер, которым я пользуюсь, это Guerlain, я купила тоже его на каких-то скидках, и я тогда абсолютно не знала, что такое бронзер и зачем вообще это надо, сейчас я в принципе понимаю, что когда мне нужен такой поживее, что ли, оттенок кожи, когда я совсем бледная селедка и хочу казаться чуть менее бледной и умирающей, то я уберу этот бронзер, наношу его на щеки, немножко там по всему лицу и выгляжу чуть-чуть живее. В принципе, он очень светлый, он для моей кожи очень хорошо подходит, люблю его, обожаю запах, любовь. Три пудры, это NYX HD, Evelyn HD и какой-то ага, Luxe Visage. Пудрами я практически никогда не пользуюсь, мне кажется, что они утяжеляют макияж, но иногда, когда мне нужно закрепить, я пользуюсь вот этой транспарантной пудрой HD либо вот такой пудрой, этой пудрой практически не пользуюсь, но избавляться от нее тоже пока не хочу. Сейчас объясню, почему. У меня иногда бывают моменты, когда начинает сильнее жирнится кожа, чем обычно и хочется, чтобы вот все не плыло, все-таки чем-то закрепить. В принципе, вот эта пудра, она неплохо справляется, но настолько редко она мне нужна, что мне не хочется заморачиваться, покупать какую-то еще пудру. Возможно, когда-то я наконец куплю пудру Лоры и Мерсье и у меня вообще надобность в этих трех пудрах отпадет, а возможно нет, поэтому пускай они пока остаются. Ну и последнее, что мы сегодня увидим, это румяна. Конечно, мы уже все румяна посмотрели и вообще сегодня день сухих продуктов, но не могу вам не показать румяна от Lamelle, потому что они прикольные. Они, во-первых, очень яркие, их очень много и если мне хочется опять же сделать акцент на коже, я использую их, наношу их на щеки, на глаза, например, и получается очень такой симпатичный эффект. Фух, все, мы закончили, ура! Мы закончили расхламлять мои палетки, мои средства для лица, и вот посмотрите, от какого большого количества средств я хочу избавиться. Спасибо вам за просмотр, спасибо, что помогали мне расхламлять мою косметику. пишите в комментарии, занимаетесь ли вы иногда таким расхламлением, как вам кажется, много у меня косметики или мало косметики. В общем, пишите все в комментарии, всем пока, до следующего видео!